Это было в 25-м году прошлого века. Газету создали, чтобы рассказывать о деятельности комсомола, в основном советской молодежи. Большинство тех, кто работает в комсомолке сейчас, комсомол не застали. И вообще, что для них это слово? Для меня комсомол – это часть названия любимой газеты, сайта, радиостанции. А что такое комсомольская правда? Это значит быть на острее, это быть в гуще событий, это наблюдать за жизнью и участвовать в этой жизни активно и менять ее в лучшую сторону. Почти четыре года штатным сотрудником комсомолки был Владимир Маяковский. Там печатали очерки Аркадия Гайдары, отрывки из молодой гвардии Фадеева. Во времена Великой Отечественной на ее страницах публиковали письма с фронта и на фронт. С конца прошлого века акцент сместили на светскую жизнь, но читателей меньше не стало, причем не только интернет-читателей. Кто сейчас читает бумажные газеты, мне кажется, что прежде всего это люди, которые ценят традиции, для которых очень важен вот этот вот ритуал, взять бумажную газету, открыть ее, прочитать. Они любят размышлять, они любят думать. В Питере было клево, там работал, когда теракт в метро был, там мы практически, наверное, неделю в то время жили в редакции, там вообще вот я проникал под метро, там вот какие-то катакомбы все это исследовал, нашел у него квартиру бомбиста. Это вот такое, знаешь, впечатление, которое никогда не забудешь. Иван Алексюк успел поработать и в питерской редакции комсомолки, и в Кемеровской, а родной стала Барнаульская. Кстати, местной комсомолке 20 лет, и теперь это не только газета, но и радио, и интернет. Их конек, по словам редактора, жизненные истории, когда и слезу смахнешь, и душа может развернуться и свернуться. Сколько еще проживет комсомольская правда, как ты думаешь? Ну, я думаю, еще 95 точно, а может быть и больше. Потом, наверное, найдутся какие-то другие форматы, просто уже не просто там сайты и так далее, там интернет. Наверное, уже будет то, что нам когда-то показывали в фильмах фантастики. Ну и тогда комсомолка точно останется вечно молодой. А секрет этого состояния, и об этом говорят все, без исключения ее сотрудники, люди. Разного возраста, но с одной душой, и, конечно, на одной волне комсомольской. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.